Уральские волонтеры обходят вейп-шопы в центре Екатеринбурга, проводят профилактические беседы с продавцами и вручают наклейки и листовки. Уведомления, которые мы обстоят, ознакомиться, то есть это о всех нарушениях, штрафах. И также есть такой вот стикер, который четко обозначает, что несовершеннолетним здесь не место. Сегодня мы начали крупный рейд по городу Екатеринбургу, по точкам, где продают никотиносодержащую продукцию, для того, чтобы уведомить продавцов о том, что не стоит и не нужно продавать никотиносодержащую продукцию несовершеннолетним. То есть мы выдаем такую печатную продукцию, где содержат плакаты и различные стикеры. Продавцы не скрывают, что подростки зачастую пытаются приобрести продукцию, но уходят с пустыми руками. На неделе бывает раза 3-4. Тоже поддельные документы предоставляют, то есть права, которые покупают в Телеграме. Но там есть пометка снизу, и поэтому мы сразу выявляем. Проект «Спасибо за отказ» запустила в нескольких российских субъектах межрегиональная организация Общественный совет по проблеме подросткового курения. При поддержке регионального правительства и губернатора Свердловской области социальная кампания стартовала и на Среднем Урале. Кампания будет направлена на распространение информационных материалов, размещение социальной рекламы, усиление активизации общественного контроля, а также активизация работы горячей линии и применение мер реагирования в данном направлении. В результате проверок волонтёры высоко оценили ответственность местных вейп-шопов, многие из которых уже разместили предупреждающие памятки для несовершеннолетних на видных местах. Продолжение следует...